Улица Матросская тишина. А само название Матросская тишина в Москве. И интереснейшая информация. Оказывается, что во времена Петра I здесь работала парусная фабрика, ткацкая фабрика, где, конечно, нужны были паруса. Понятно, что река Яуза, понятно, что Семеновские преображенские полки, понятно, что нужны были парусы для лодок и для прочего всему. И здесь работала эта фабрика. Но затем Семеновские необходимости отпала и саму фабрику перенесли в Новгород. А на этой улице открыли богодельню для ветеранов морского флота. Для ветеранов флота открыли богодельню. И так бережно относились к покою ветеранов, что был издан указ. Мимо этой богодельни нельзя было даже проезжать на карете никому, чтобы, дабы, как говорится, не нарушить покой, заслуженный покой доблестных воинов, постаревших. И этот закон, издавать можно было много законов, а закон выполнялся, так говорят исторические материалы. И отсюда название «Матросская тишина». Мне улица «Матросская тишина» больше известна по тому, что здесь находятся знаменитые по сводкам разных агентств изолятор. Оказывается, у него тоже название на месте вот этой богодельни начала XIX века в 1875 году. Я могу немножко вольно излагать такие какие-то исторические вещи. Но тем не менее, мне слово, оно такое колоритное, привозили в это место придерзостных, придерзостных. И содержали в этом месте. И затем, потом колонии, потом... Ну, понятно, что в Москву всегда шли люди, тем более после 1861 года, когда была отмена крепостного права, и чтобы заработать денежку, чтобы как-то это, приходили в Москву. И здесь вот историческое название «Матросская тишина» оказывается связано с ветеранами, а затем всё это переросло в колонию для заключённых. Но изначально она именовалась как учреждение для придерзостных. Вот такая история у улицы «Матросская тишина». А вот «Матросская тишина», дом номер 19. И вот где-то от этого дома вниз, видимо, уже пошли дома советского периода. По всей видимости, идёт капитальный ремонт. Видны такие стены хорошего кирпича красного. За моей спиной дом и дворик небольшой. Он напоминает знакомые нам дома на Монтулинской улице в Москве. И лет 50 назад в этом доме понятно, что тоже был ремонт, раз есть шахта для лифта. И, по всей видимости, сейчас этот дом или ждёт реновацию, его судьба решена, или продолжит жить после реставрации. А вот ещё дом, наверное, 27-го. Ну, до военной постройки. После тоже реставрации, раз шахта есть. И вот тоже какова его судьба. А вот мы шли-шли по улице. Ещё и хотели на автобус сесть, но не стали. И вдруг так уткнулись, ботюшки. А тут уже и проволока, а тут уже и решётка, а тут уже и ограждение серьёзное. А вот она, эта богодельная в современном виде, о которой, да, говорят. А раньше-раньше эти места назывались для придир-за-сна. Заинтересовали нас здания всё-таки вот на Матросской Тишине. Довоенная постройка и после реставрации. И вот выпаясь лавочки, зелёненькие. Зелёненький заборчик. И вот это на синем фоне, фоне это всегда государственное учреждение. И написано, что это психиатрическая больница имени Гелировского. Но она называется... Можно я встану? имени Ганнушкина афилиан стационара имени Гелировского, которую всё писала в Москве-то. Ганнушкин, я не знаю, это, наверное, врач известный. Врач известный, да? Ну вот, во-первых, это единственное место, где можно посидеть, получается. Такая территория, сколько мы прошли. Вот первые лавочки. А второе, я же часто слышала, что есть такое заведение в Москве. Это важная часть структуры. Ну вот, и мне кажется, сейчас уместно рассказать про улицу Матрусская Тишина. Именно название. Мне кажется, вот эти места, где мы сейчас сидим, вот именно здесь была во времена Петра Первого. Вот эта фабрика Ткацкая. Вот здесь, здесь. Потому что за этой территорией Преображенская больница, там тоже. И вот эта богодельня, богодельня для ветеранов военно-морского флота или просто морского флота, вот она как раз была. Мне так кажется, почему-то интуитивно здесь. Ну, понятно, что больница, да, потом подхватывает. И где-то вот в этом районе, а здесь вот сейчас тихо, кстати, говорит. Матрусская Тишина. Почему? Потому что нельзя было проезжать даже каретам, чтобы не нарушать покой ветеранов. Поэтому мне кажется, что имя, название улицы Матрусская Тишина начинается отсюда. Узнаю Москву. Информация появилась здесь для нас. Преображенская психиатрическая больница 1804-1809 годы. Архитектор Сенихов. 1878 год. Все, пожалуйста. Объект метрового наследия федерального значения. Все. И вот сегодня, 26 октября 2019 года, впервые я в своей жизни прошла от метро Электрозаводская через Большое Семеновское, затем Дворцовая улица и Матрусская Тишина. Вот таблица говорит, что можно по ней еще раз пройти, конечно. И мы вышли к метро. Я думаю, что мы выйдем, если прямо пойдем, к метро Сокол. И оказывается... Ой, сокольники. А я сокол, сокол. Я так хочу связать все с соколиной охотой, потому что это царские места. Да? Ну вот, это царские места. Изначально были еще Алексея Тишайшего, отца Петра Первого. Это были здесь выезды семьи. И топонимика, название, сохранили, язык сохранил и по сей день. Соколиная охота это царское занятие. А улица это называется Страмынка. Но мне кажется, про эту улицу как-то надо следующих наших прогулках по Москве, следующих путешествиях. Страмынка. Страмынка.